День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим о настройках плагина, который вставляет в ваше меню вот такие маленькие картинки, иконки. Это меню и картинки для страничек, или вот такие вот иконочки для рубрик, которые можно вывести вот сюда, красочно обозначив ваши рубрики. Итак, после того, как вы установили плагин, о котором я написала в статье, вы находите его в консоли вот здесь, на допции «Внешний вид». Называется он здесь «Иконс». Заходим в настройки. Настройки очень простые. Здесь идет настройка ваших картинок, размера ваших картинок. Вы можете здесь устанавливать картинки 28 на 28, вот как у меня сейчас. Можете настроить их 32 на 32, но я беру по умолчанию, по основным настройкам данного плагина 28 на 28. Пишу «Сохранить изменения». Здесь указана, видите, папка, куда будут загружаться ваши иконочки. Выходим вот в эту опцию, конкретную опцию установки картинок. Она тоже достаточно простая, посмотрите. Здесь начнем с конца вот этих ссылочек. Параметры – это те самые параметры, на которых мы только что были. То есть мы можем зайти вот отсюда, с этой ссылки, а можем зайти из консоли. Вот эта вкладочка, эта вкладочка, вот на которой мы сейчас с вами находимся, это вкладочка «Загрузки картинок». Видите, у меня сайт про кошек, и я сюда загружала картинки, которые подобрала в Яндекс.Картинках. Вот давайте сейчас я вам в первую очередь покажу, как просто можно загрузить сюда картиночку и подобрать ее в Яндекс.Картинках именно по тематике вашего блога. Заходим на Яндекс.Картинки. И посмотрите, я ввожу в поисковую строку, естественно, кошек, потому что у меня тема кошки. Но я пишу здесь «Кошки. Рисунки». Почему рисунки? Потому что фотографии, естественно, будут размыты в таких размерах. Вам нужно брать рисуночки. Выбираем опцию «Самые маленькие». И ищу здесь картинки, которые подходили бы к тематике моего сайта, к тематике моих рубрик. Вот посмотрите, вот картиночка. Вот такой вот замечательный кот на голубом фоне. Мой сайт тоже голубого фона, с голубым фоном, поэтому эта картинка, я думаю, подойдет. Но посмотрите, какие здесь размеры. 120 на 160 – это самая маленькая картинка. Что я делаю? Она как раз получилась с ошибкой. Значит, вообще надо брать 240 на 320. Вот она, эта картинка появилась. Что я делаю? Я использую программку «Fastone Capture». И прямоугольным вот таким вот инструментом, прямоугольником, вырезаю картиночку, желательно квадратненькую. Ну вот пусть будет вот такая вот с мордашкой, без лапочек. Ближе к квадратику было. И вот такой вот у меня получается кот. Но размер очень большой, поэтому я вот здесь просто уменьшаю размер до 28. Видите, пропорции получается 28 на 26. Нормальная пропорция. Окей, C6 назовем. Захожу в плагин, кликаю вот сюда «Выберите файлы» и нахожу эту картинку здесь. Она у меня была под названием «C6». Вот он, этот котик. C6. И вот, пожалуйста, он загрузился сюда. Видите, как всё легко и просто. Теперь я хочу добавить этого кота в категории. Я захожу в опцию «Категории». И здесь, на этой страничке, мне представлены все те категории, которые есть у меня на сайте. Посмотрите. «Уход за кошкой», «Породы кошек», «Поведение кошек». Вот я решила поменять картинку вот у «Поведения кошек». Я кликаю сюда, на этот треугольничек, и мне предоставлены все те картинки, которые я загрузила. Вот, посмотрите, тот код, которого мы только что загрузили с вами, вот он здесь. Вот размер его 27 на 25, расширение «JCAD». Кликаю сюда, и вот у меня поменялась эта картинка. Не забываю сохранить изменения. Точно то же самое можно сделать и здесь, вот на страничках. Предоставлены, как видите, здесь все абсолютно странички. Я выбираю ту страничку, на которую я хотела бы загрузить, одну из картинок. Ну, например, вот такую вот картинку. Давайте я так вот ее загрузил. Вот она появилась здесь, полудлинношерстной породы. И пишу «Сохранить изменения». А теперь давайте выйдем на сайт и посмотрим, что у нас получилось. Вот, как видите, здесь в карте сайта я не меняла картинку. Породы кошек я поменяла, добавила картинку, полудлинношерстные породы. Вот она появилась здесь. А теперь смотрим рубрики. И вот в рубриках поменялась темная кошечка, которая была в самом начале видео показана. Теперь вот этот вот голубой кот, который мы с вами сделали скриншот. Ну вот, пожалуй, все. Как видите, все очень просто. Очень удобный и хороший плагин. Удачи вам! Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. Смирнова Ирина.